Всем привет, дорогие друзья! С вами Лиз Смирнов. Слушайте, сегодня в нашем ролике будет 4 крутейшие книги, которые есть у меня. И самое интересное, что мы будем рассматривать не содержание, а оформление. Оформление у них на самом деле очень интересное. Прям очень-очень-очень интересное. Кто не знает предысторию, эти книги подарила мне мама на день рождения. Если кто не видел мою распаковку подарков, в которых, кстати, входили эти книги, то вот здесь будет подсказка. Обязательно посмотрите, ролик получился очень крутой. Так вот, эти 4 книги стали для меня, наверное, самыми любимыми, даже пока я их не читал. И сегодня мы рассмотрим их загадочное, прекрасное оформление. Признаюсь, не удержался. Некоторые загадки уже раскрыл и сам посмотрел. Но хочу ими поделиться с вами, поэтому давайте уже начинать. В общем, я даже не знаю, с какой книги начать, но начну все-таки, наверное, с «Острова сокровищ», который написал Роберт Льюис Стивенсон. Это книга от издательства «Лабиринт». В общем, кто не читал, как и я, собственно говоря, такую известную литературу, хотя она уже будет входить в мой список, прочитанного на будущий год, я очень хочу прочитать эту книгу и давно хотел, а тут подъехало еще такое прекрасное издание, поэтому-то я ее обязательно прочитаю. В общем, о чем здесь рассказывается? О том, что был найден главными героями в сундуке одного капитана карта. Вот, мы можем рассмотреть даже эту карту и запиской. И теперь наши герои отправятся на «Остров сокровищ», чтобы добыть сокровища. И им предстоит очень много разных трудностей и борьбы с пиратами, и разных морских приключений. В общем, я сейчас недавно читал «Дети капитана Гранта». Там было тоже очень много про морские приключения, но здесь, я уверен, этого будет во много-много раз больше. И давайте все-таки посмотрим, что же у нас лежит как раз-таки в сундуке. Во-первых, у нас есть такая записка, я ее уже рассмотрел. Там как раз-таки и рассказывается эта записка от капитана, что лежит в сокровищнице и остальное. В общем, также есть такая небольшая памятка морских узлов. Здесь мы будем учиться завязывать разные узлы. Вот, она выглядит так. Я всегда очень-очень хотел научиться завязывать хорошие узлы, так как я даже до 10 лет не очень хорошо завязывал шнурки. В общем, эта памятка мне поможет. Ну и также, что, наверное, самое крутое, приветствует меня книга, это вот такая прекрасная карта, на которой написаны разные парусные снасти, рассмотрен корабль, подписаны его детали. Я читал, опять же, повторюсь, «Дети капитана Гранта». Там было очень-очень много терминов морских, мне непонятных, и я просто, ну, не знал, что это такое. И поэтому картина была мне как бы неполная, я не мог полностью представить. Но сейчас у меня есть тут подробная карта, подробное объяснение, и за это еще раз спасибо такому прекрасному издательству. Но я предлагаю обратно все сложить в конверт, потому что это далеко не единственная секретная штука, которая есть в этой книге. И, пока мы ищем следующие секретные штуки, расскажу небольшую историю вам. В детстве у меня были две любимые книжки, это «Снежная королева» и, по-моему, «Маша и медведь». Они были любимые, потому что там было много секретов, и очень много разных штук открывалось. Так вот, и они были из-за этого моими любимыми, а здесь этого всего в тысячу, в миллион раз больше. Ну, давайте я сейчас вам наглядно покажу, открываю просто первую попавшуюся страницу. И вот, смотрите, гостиница «Старый якорь», «Бристоль». И у нас тут подробное какое-то сочинение, подробное письмо. В общем-то, это прикольное письмо я не читал, я говорю, знакомлюсь со всем вместе с вами. Сейчас я не буду его читать, оставлю себе, наверное, такой секретик на прочтение книги. Также здесь есть красивая, очень классная гармошечка вот такая. Здесь есть портреты каких-то великих людей, не знаю, кто это. По-моему, это Ломоносов, хотя нет, это шутка, это не Ломоносов, конечно же. В общем, открываем, например, книгу здесь, и дальше мы видим, что здесь, в общем-то, очень много разного интересного. Есть вот такие чайки, альбатросы всякие. В общем, я не представляю вообще, как все это было сделано. Ну, давайте для примера покажу вам еще несколько штук. Ах, да, у нас есть книжка в книжке, в которой лежит закладка. Я всегда радовался закладкам таким линейным, но эта закладка забирает первое место. Здесь есть вот такой прикольный и красивый и классный попугайчик. Я не знаю, он мне очень понравился. И давайте его положим обратно в книжку. Мы его положили в книжку, и еще несколько секретов этой книги я вам сейчас покажу, которые меня зацепили. Вот, один, наверное, из лидеров по секретности, это такой прекрасный корабль, который здесь плывет. Вообще, создается ощущение какого-то морского промысла, то есть не промысла, а морской истории. В общем, корабль очень красивый и очень интересный. Так, едем дальше, что у нас тут еще? Я просто не запоминал страницы, какие были тут интересные. А вот эту штуку я, кстати, вижу впервые. Что же это у нас такое? Это открывается. Извините, друзья, я просто очень волнуюсь. Тут какие-то тоже секретные записки для оснастки небольшого корабля наподобие Испаньолы. В общем, это тоже какие-то пояснения терминов, как было в начале. Так, 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 едем дальше. Где же у нас еще секреты в книге? В общем, понятно, что сегодня я не смогу вам показать все секреты, но какую-то часть я покажу. Ну, и, наверное, думаю, можно закончить вот таким прикольненьким пиратским флагом, а точнее флагами. Здесь показано, какой флаг принадлежит, по-моему, какому капитану. Да, вот, смотрите, например, вот такой флаг, это был он из Стида Бонета, то есть капитан корабля, на котором был такой флаг, его звали Стид Бонет. Дальше есть флаг Кристофера Контета, флаг Кристофера Муди, флаг Бартоломью Робертса. В общем, язык сломаешь, пока где все флаги узнаешь. Но, в общем-то, такая классная книга «Остров сокровищ». И, друзья, я, наверное, с ней ознакомлюсь очень-очень-очень быстро. И уже ждите на эту книгу обзор прям полнометражный, где я, наверное, уже помечу страницы с секретами, расскажу вам про содержание и покажу, наверное, самые-самые крутейшие секреты, потому что, может быть, что-то я забыл сейчас вам упомянуть, показать. Ну, а мы переходим к следующей книге. У нас их еще целых три. В общем-то, сейчас я хочу перейти к достаточно серьезному произведению, которое называется «Великая отечественная война 1941-1945 года». Я недавно делал научную работу по войне, исследовал архивы своего прадедушки, который воевал, рассекретил его архивы, очень многое узнал о нем, то, что меня потрясло, и я очень горжусь своим родственникам. Так вот, эта книга расскажет о многих страхах войны, расскажет, как это было. И здесь я в аннотации прочитал, последняя строчка, она гласит так. «Прочитай и передай товарищу». А я хочу передать вам, друзья, всем вам, чтобы вы обязательно прочитали эту прекрасную книгу. Но сегодня мы все-таки говорим об оформлении также. И здесь она тоже оформлена очень красиво. И еще в этом году был праздник в честь 75-летия Победы. И вот здесь книга мне об этом напомнила. Мы на самом деле очень мало знаем о войне, и вот эта книга как раз-таки погрузит нас с вами в ее историю и многое расскажет. В общем, мы сейчас аккуратненько это завернем и будем листать дальше. Здесь есть очень много разных картинок. Есть такая сумочка интересная, в которой мы открываем и видим, получается, что это перевязочные пакеты первой помощи. И даже с таким маленьким медицинским набором они могли спасать жизнь солдатам и выносили их на себе. Здесь в книге помимо этого секретика тоже есть очень много интересного. Здесь показаны разные оружия, как они устроены. Прямо подписано все от веса до калибра пуль. Здесь показывают форму офицеров. В общем, максимально стараются погрузить в эти военные обстоятельства, чтобы мы с вами, друзья, поняли, как это было и что там было такое. Например, здесь показана землянка, в которой укрывались солдаты, пережидали какие-то взрывы, бомбардировки. Скорее всего, это лагерь партизан. И мы сейчас сможем видеть, например, что было внутри. Обязательно заметьте, во всех землянках был баянк, какой-то музыкальный инструмент. Недавно я смотрел фильм «В бой идут одни старики». И там был огромный акцент на то, что на войне всегда главная музыка. И заметьте, несмотря на войну, несмотря на тяжелые обстоятельства, всегда русский человек может радоваться и поддерживать свой боевой дух. Посматривая разные картинки пушек, танков, пластинок, мы будто перемещаемся в другое время. Мне на самом деле уже, я даже не читал книгу, а меня уже вот эта вся атмосфера погрузила в те времена. Здесь мы видим старинный телефон, как передавали. Не как сейчас, раз смс-ку отправил. А там они соединяли кабели, проводили разные, по-моему, шнуры. Это, опять же, я смотря по фильмам. Ну и опять же, в книге все очень подробно рассказывается. Вот, например, про телефона. Полевой телефонный аппарат. Вес 3,2 килограмма. Дальность действия до 18 километров. Время установки включения на линию 1-2 минуты. То есть книга очень-очень подробно нам рассказывает о событиях тех времен. Но я думаю, что всех секретов, конечно же, я раскрывать не буду. Когда я ее прочитаю, я обязательно сделаю обзор на нее. Но мы переходим к следующей книжке. Так, следующая книжка у нас называется «В грозную пару». Она тоже рассказывает о войне, вот только о войне 1812 года. О войне русских солдат с Наполеоном. Автор ее – Брагин. И Брагин был историком, и выпустил он эту книгу в 1960 году. А сейчас у меня в руках переиздание этой книги, где очень много разных, как говорится, в аннотации, много разной информации, которая тоже погружает нас в смысловую атмосферу книги. Думаю, все знакомы с произведением Бородино, которое как раз таки рассказывает про войну 1812 года. Но там все очень поверхностно. А здесь можно ознакомиться очень подробно. Узнать прям очень-очень точно все детали сражений, боев, посмотреть переписку генералов. То есть здесь историк Брагин очень постарался, посмотрел, наверное, очень много разных информаций, собрал много материалов. И лично я, даже не читая книгу, уверен, что она будет очень хорошей, поучительной. И с помощью нее я очень много узнаю про войну. Ну и на первом же развороте мы видим такой небольшой сундучок, в котором есть какие-то послания. Это у нас Луи Александр Бертье. Честно говоря, я не знаю, кто это такой, но вот здесь все будет про него рассказано, и я смогу про него узнать. Также тут есть еще карточки про нескольких человек. Я думаю, что эти карточки, на них нарисованы портреты известных людей, которые принимали участие в войне, которые совершали много подвигов, которые, наверное, имели высокие звания. Например, здесь есть Раевский, это единственная знакомая мне фамилия, но здесь прям очень-очень много карточек. И прочитав эту книгу, я обязательно ознакомлюсь с этими интересными картами, на которых написано и изложено много информации, и обязательно вам расскажу. Ну, а если смотреть вглубь самой книги, то мы здесь можем тоже увидеть много разных портретов. Также можем увидеть здесь, я думаю, что эти карточки, на них нарисованы портреты известных людей, которые принимали участие в войне, которые совершали много подвигов, которые, наверное, имели высокие звания. Например, здесь есть Раевский, это единственная знакомая мне фамилия, но здесь прям очень-очень много карточек, и прочитав эту книгу, я обязательно ознакомлюсь с этими интересными картами, на которых написано и изложено много информации, и обязательно вам расскажу. Ну, а если смотреть вглубь самой книги, то мы здесь можем тоже увидеть много разных портретов. И вот, листая книгу, мы как раз-таки можем увидеть портрет Наполеона. Также, рассматривая секреты книги, я обнаружил здесь вот такую карту, где написаны, какие были солдаты. Описаны, вот, например, здесь есть рядовой, есть стрелок, есть генерал, и показана их форма, показана, как они выглядели. Очень такая интересная достаточно карточка. С этим надо тоже ознакомиться и узнать побольше информации о том, какие же были все-таки солдаты. Потому что, ну, мы знаем, что тогда были рядовые, были стрелки, была конница, а на этом вроде бы и все. А на самом деле было очень много разных разновидностей солдат, и я думаю, будет не вредно мне пополнить свой умственный запас. Поэтому вот так вот, смотрите, здесь прям очень-очень их много. В общем-то, друзья, предлагаю закончить. А нет, там что-то еще лежит. Давайте посмотрим, что там запрятано. Ого! Это боевой определитель противника. Друзья, чего-чего? А такого я не ожидал. Здесь сзади написано, как пользоваться боевым определителем. И здесь, наверное, какие-то интересные штуки. Я пока в них вообще не разобрался. Я не знаю вообще даже, что это. Но думаю, особенности мальчишкам будет интересно. И эта книга мне уже нравится. Она прям очень захватывает своими секретами, как и все остальные книги. В общем, к боевому определителю я еще вернусь. Ну, думаю, здесь уже все. Можем это складывать на места. И искать другие секреты этого произведения. Так, давайте уже с этим закончим. И пролистнем куда-нибудь сюда. Ого! Смотрите! Здесь какие-то ордена. Про них все рассказано. Орден Почетного Легиона. Слушайте! Такого я не ожидал. Я никогда не ориентировался в орденах, если честно. То есть, эта тема для меня была прям недоступной. А сейчас, изучив эту книгу, я, да и вы, если ее изучите, будете, наверное, знатоками орденов. Потому что здесь прям так подробно о них рассказано. Столько написано про них. Они так прикольно открываются. Они, главное, такие красивые. В общем, книга по оформлению очень классная. Всем советую. Но я думаю, с этой книгой можно закончить. Но давайте все-таки переходить к следующей книге, которая называется «Приключения Шерлока Холмса». В общем, извините, у меня тут небольшой каламбур. Так, еще раз чуть-чуть поправим книгу, чтобы она вас радовала. И приступим, наконец-то, к приключениям Шерлока Холмса. Думаю, все знают героя Шерлока Холмса, но я знал его только по фильмам. Посмотрел несколько фильмов и всегда мечтал прочитать про него книги. Но как-то руки не доходили. И вот у меня появилась мотивация прочитать книгу Артура Конан-Дойля «Шерлок Холмс». Точнее, приключения Шерлока Холмса, так как тут несколько приключений. Ну и все эти книги от единого издателя. Все они сделаны в едином стиле. И здесь мы опять же видим пакетик какой-то с надписью «Лондон». Аккуратно достаем. И здесь у нас есть лупа. Правда, я через нее плохо что вижу, но все равно очень прикольная лупа, с которой мы можем рассмотреть вот этот загадочный документ. А здесь у нас, как думаете, что за документ? Здесь у нас карта Лондона. Я предполагаю, что это старинная карта Лондона, которая мне опять же поможет ориентироваться, как подсказки моряка в море. А здесь мне может ориентироваться карта Лондона в улицах, которые будут описываться. Потому что я уверен, что здесь будет очень много описания и много интересного описания. Давайте проверим, нет ли что-то еще в этом пакетике. К сожалению, нет, но я и этим очень доволен. Наверное, можно будет использовать на заставках эту лупу. В общем, идем дальше. Мы кладем лупу сюда. Она не вмещается в пакетик. Ну, ладно, потом я ее приберу. Ага, и мы открываем сейчас на странице, где какие-то интересные люди. И здесь какие-то кружки. Давайте. Вау! Это что? Это какая-то династия? Короли и королевы. А это что тогда? Это также? Это еще одна династия. В общем, эти кружочки я обязательно подробнее изучу. И вам про них расскажу. Сейчас было для меня таким неожиданным поворотом, что я сразу открываю. И тут какие-то прикольные кружочки. Также тут есть какой-то разворот, где мы можем тоже что-то лицезреть. Это у нас прислуга. Ага, опять же рассказывается про прислугу. Очень интересно. Почитать будет про историю Англии, так как я на самом деле очень люблю историю. И здесь у нас что-то случилось с книгой. Ну, да ладно. В общем-то, листаем дальше. Так, так, так. Я видел что-то интересное. Где-то, где-то здесь. Ага, здесь, конечно, секретов нет. Но зато есть очень интересная картинка про Шерлока Холмса. Какой-то обряд дома Мейсгрэвов. Ну, ладно, едем дальше. Ага, а это, я предполагаю, мистер Шерлок Холмс, частный детектив. Бейкер-стрит, 22 Азинбе. Опять же, небольшая история Шерлока Холмса. Так, главное, здесь ничего не помять. Здесь у нас есть такая карта. Друзья, я вообще под огромнейшим впечатлением. И знаете, что самое крутое? Я эту книгу еще не читал. И ни одну из этих книг я даже не читал, но я уже под впечатлением. Друзья, это какой-то рекорд. Рекорд. И я хочу сейчас сказать огромное спасибо издателям. Наверное, они меня не видят, но все равно издание у этих книг просто великолепное. Итак, здесь тоже есть какая-то картинка. В общем, друзья, в Лондоне, по тем временам, которые написана эта книга, происходили какие-то бурные-бурные события. Повсюду ездили колесницы с лошадьми. Вот такие вот. И было просто очень-очень много разных интересных штуковин. Не знаю. Эта, наверное, книга сочетает в себе такую древность и современность. Вроде бы еще не современный мир с гаджетами, компьютерами, а вроде уже не древность, где были замки. Такое среднее развитие. Хотя это происходило достаточно недавно, если смотреть по меркам. В общем, в книге очень-очень много иллюстраций. И я тут прочитал, что здесь, оказывается, рассказывается про тонкости дедуктивного метода. Ну как, дорогие друзья, хотите стать сыщиками вместе с Шердоком Холмсом? Давайте проведем какое-нибудь книжное расследование. В общем, как только я прочитаю все эти книги, я обязательно сделаю вам на них подробный обзор, и мы уже расследуем все секреты книг по-настоящему. Ну что ж, на этом, я думаю, пора заканчивать наше долгое видео. Надеюсь, вам понравился такой его необычный формат. И я думаю, вам тоже понравились такие красивые издания. Может быть, кто-то их приобретет, ему самому будет интересно полистать такие прекрасные книги, поощущать это у себя в руках. Лично я очень советую. Ну а вы, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить другие интересные обзоры на книги. А также подписывайтесь на мой Инстаграм и на мой ТикТок. Все ссылки оставлю в описании. Нажимайте на колокольчик. Ну и, конечно же, читайте, дорогие друзья. Читайте и развивайтесь.